Москва по праву считается творческим центром России, ведь именно здесь отмечен самый особый спрос на товары и услуги креативных индустрий. Сегодня в столице работает почти 110 тысяч киностудий, издательств, модных агентств, музыкальных компаний и других представителей отрасли. Что именно позволяет творческим людям развиваться в Москве? Об этом Алексей Марачев. Репетиция в Центральном доме актера на Арбате. Здесь работает антрепризный театр, где уже 4 года ставят популярные у зрителей спектакли. Кто художник, а? Милая, художник, это вообще самое главное. Андрюс! Кто ты что? Андрюс! Всего в театре работает 40 человек, включая администрацию и приглашенных актеров. В репертуаре 10 детских и взрослых спектаклей, которые проходят в зале на 32 зрителя. Цена билетов до 3000 рублей. Мы работаем каждый день, у нас практически нет выходных, а в субботу и воскресенье у нас по 4 спектакля. То есть мы в месяц, получается, играем порядка 40 спектаклей. Наш оборот от продажи билетов иногда сопоставим с продажей билетов большого зала, театрального зала, да, но расположенного, например, не в Москве. Антрепризный театр на Арбате – один из множества представителей креативной индустрии Москвы. Всего в столице почти 110 тысяч киностудий, издательств, модных агентств и музыкальных компаний. По официальным данным, в креативном секторе работает свыше миллиона москвичей, а оборот отрасли за два года вырос на 50%. И в 2023 году составил почти 6 триллионов рублей. Сейчас вот меняются очень многие стили жизни, и для многих творческая самореализация, участие в культурных проектах, активное проведение даже досуга с семьей, с компанией, самим становится одним из ключевых приоритетов жизни. И поэтому, с учетом еще того разнообразия культурных проектов, культурных событий, предлагаемых даже креативных товаров и услуг, конечно, это вызывает, безусловно, интерес. Залогом успешного развития креативного сектора Москвы эксперты называют всестороннюю поддержку отрасли столичным правительством. Эта IT-компания развивает цифровую экосистему для компьютерных клубов. Пользователь, например, может забронировать себе время и место посещения, а сами клубы с помощью ПО ведут учет и планируют свою работу. Москва помогает международному продвижению проекта организации поездок и встреч с зарубежными коллегами. К нам приезжали представители разных стран, конкретно по ГМД, представители индонезийского рынка. Мы заключили партнерское соглашение, где представители компании с Индонезией захотели дистрибутировать наше программное обеспечение на рынок Индонезии. Среди других мер поддержки – проведение практикумов и маркетов, а также выделение грантов. Предпринимателям предлагают 20 инструментов для запуска своего дела, продвижения продукции и выхода на рынки России и других государств. Создание инфраструктуры для отрасли – еще одно приоритетное направление. Представители креативных индустрий, им необходима точка сборки. Куда они могут прийти, поговорить, пройти какие-то программы, найти себе инвесторов, получить консультацию. То есть полный спектр всего. И они должны понимать, что вот эта точка, вот я могу туда прийти, я могу там научиться, я могу найти партнера, я могу продаваться там. То есть полностью весь спектр услуг. Сейчас в Москве действуют акселерационные и образовательные программы для участников креативного сектора. Кроме того, в столице помогают предпринимателям отрасли подготовить необходимые документы для запуска своего дела и получения субсидий, а также проводят бесплатные консультации по вопросам законодательного регулирования и налогообложения. Алексей Марачев и Вадим Горбунов. Москва, 24.